Дорожная техника Из-за этого в утренние и вечерние часы пик собирается пробка. Переваливаемся с точки на точку. На Шелеста работы ведутся и днем, и ночью. Движение по ней сегодня затруднено. Поток машин и автобусов еле ползет. Но эти неудобства временные и необходимы, чтобы к октябрю получить четыре полноценных дорожных полосы. Осталось дальше у них устройство, ну также разработка грунта, устройство дорожной одежды и на противоположной стороне будут устроены дождеприемные ленивые колодцы. Также будет обустроено освещение светодиодное. Ну и также отремонтирован будет тротуар с двух сторон, по четной и нечетной стороне улицы Шелеста. Работы ведутся на участке протяженностью более полутора километров. На все про все запланировано порядка 200 миллионов рублей. Ремонт улицы Шелеста назревал давно. Городскую магистраль не капиталили порядка 30 лет. Только делали ямочный ремонт. Ну она и каждый год разбивается от прохождения интенсивных дождей, потому что основания уже в дороге практически нет. Представляет собой уже смесь глины и песка, и земли. Поэтому асфальт разрушается. Пока не будет хорошего основания, так и будет асфальт в дальнейшем разрушаться. Поэтому нужно в процессе работы по замене основания и, соответственно, с устройством всех слоев покрытия. Подрядная организация на 90% завершила обустройство ливневого коллектора. По обеим сторонам дороги укладывают лотки для стока воды. Чтобы не перекрывать дорожное движение, работы на участке от улицы Воронежской до Поселковой проводят и по ночам. Мы стараемся не громыхать, конечно, это все понимаем тоже, чтобы людям не мешать. Мы ставим временные знаки с 11.00, когда последний автобус заканчивает ходить. И стараемся там до трех, до двух. Ну да, чтобы они уже в пять часов, там полшестого, первый автобус уже ходил нормально. Дождливый июнь внес коррективы в работу подрядной организации. Есть небольшие сложности и с подвозом инертных материалов. Конечно, в такую погоду очень сложно, особенно ливневой коллектор делать. Грунт обваливается и невозможно просто. Ну, как бы вот так, да. А по дорожной одежде, допустим, когда несколько дней подряд идет дождь, да, это я очень плохо. Ну, самое главное, чтобы он не повторял так больше никогда. Порой не хватает щебня, потому что спрос большой. Везется он с Корфовского каменного карьера. Но, тем не менее, говорю, подрядчик все эти вопросы решает, и объект не останавливается, работа ведется. Чтобы расширить дорожное полотно на два метра и получить четыре полноценных полосы, в апреле вдоль шелеста пришлось вырубить деревья. Уже в сентябре горзеленстрой высадит здесь порядка 150 новых хвойных и лиственных многолетников. Все работы, включая восстановление благоустройства, дорожники должны завершить до 20 октября. Редактор субтитров А.Семкин